Ещё я хотела рассказать про Угвай в цифрах в плане коммунального обслуживания. Сейчас ветер дует, не знаю, будет ли меня слышно, надеюсь, что будет слышно. В плане коммунального обслуживания. Достаточно дорого, например, электричество в среднем за апартаменты или за дом, если вы за дом, при условии, что вы экономно к этому относитесь, приходит счёт от 7 до 9 тысяч песо. Если взять, округлить курс, то в целом это получается 1 к 2 к русскому рублю, то есть 14 тысяч рублей в месяц тратится на электричество. На газ, поскольку газовый баллон покупается для газовой плиты и обогрева воды, тратится 2 тысячи песо в месяц, то есть 4 тысячи рублей. Итого получается уже 14 плюс 4, 18 тысяч рублей. И плюс ещё коммунальные платежи за воду, за пользование водой. Вот, к сожалению, не помню, сколько стоит вода у нас в месяц, надо будет уточнить. Но, как вы понимаете, прилично достаточно, даже если у вас есть собственное жильё, приличный приходит счётчик за коммунальные услуги. Вот, я потом сделаю более подробное видео, когда у меня будет информация, как это происходит в апартаментах и в доме. Но на сегодня то, что я знаю, что апартаменты... Вот у меня двое подруг, которые живут в апартаментах, они платят 7 тысяч за электричество. Что вот мы в доме, мы платим примерно 9 тысяч за электричество. И при этом мы соблюдаем правила экономности, то есть если ночной тариф электричества более дешёвый, то мы истираем либо с раннего утра, либо с позднего вечера. Вот, в дневные часы уже не стираем, чтобы экономнее подходить к этому вопросу. Вот, глажу я тоже в первой половине дня. Ну, то есть какие-то такие вещи тоже в целях экономии имеют место быть, потому что здесь действительно очень дорогое коммунальное обслуживание.